Участники, как у вас картинка? Вы видите нас двоих или вы всех видите? А, это у нас так только, да? Хорошо, Регина, спасибо. Так, знакомые голоса, привет, привет. Кто-то видит тех, кто говорит. Да, да, Люба, все верно, каждый сам себе вид настраивает. Мы просто ведем запись, поэтому нам важен был вид. Как это будет, да, чтобы не было много маленьких окошек. Хорошо. Так, сейчас я посмотрю, сколько нас участников. Давайте еще буквально 3-4 минутки подождем, пока еще не все написали в чат, что вам видно и слышно. Если вам не видно, не слышно, проверяйте у себя настройки. Может быть, нужно перезагрузить компьютер, что-то удалить с рабочего стола, какой-то лишний материал, да, потому что может из-за этого даже влючит зум, тут выяснилось, из-за того, что места мало на компьютере и так далее. Да, да, то есть посмотрите, у меня сегодня просто бегунок был уведен на минимум, поэтому я не слышала Машу. Она там что-то пыталась у себя настроить, хотя дело было во мне. Слышно, видно, слышно, видно. Хорошо. Примерно половина из зарегистрировавшихся пришла. Как всегда, начинаешь говорить с большим количеством людей и сразу же начинаются проблемы с языком. Запинаешься и всякое такое. Даже когда ты их не видишь. Особенно, когда ты их не видишь. Да? Да, мне кажется, да, потому что, когда видишь людей, есть такая опция, ну, и у тела, да, и как-то у сознания считывать вообще, что происходит и как-то регулировать обстановку, да. А здесь, что ты видишь, это, например, сообщение «У меня все глючит, мне плохо видно, слышно», и ты такой это все видишь и такой «О, черт!» И чувствуешь себя виноватым за ту ситуацию, в которой ты, по сути, ничего не предчувствовал. Вот, так что, да, для меня вот этот формат сложнее. И там, ребята, может, да, из вас, вот кто сейчас перешел работать онлайн, может, вы тоже чувствуете вот это вот, так скажем, давление того, что ты один сам с собой. Так, видно, все прекрасно, у Агни немножко глючит, получше. Агни, попробуй там что-нибудь удалить себе с телефона или где-то сидишь с компьютера вдруг. Да, сложнее онлайн. Хорошо. Так, ладно, я думаю, что все, кто хотел, уже присоединились, да, потому что уже 8-9, уже 9 минут, как у нас длится эфир. Мы постараемся сегодня быть краткими, потому что обычно у нас эфиры прямые очень длинные. В этот раз мы сделаем его, постараемся сделать его час, но все равно имейте в запасе какое-то время чуть больше, потому что, мало ли, мы задержимся, чтобы это не было стрессом. Хорошо, давайте тогда будем начинать. Меня зовут Маша Мажухина, я думаю, многие из вас меня знают. Я танцую, преподаю, начала в этом году учиться в Институте гештальтерапии, вот, которым Маша тоже причастна, благодаря ей, в общем, туда пошла. Вот уже на протяжении нескольких лет прохожу как раз личную терапию у Маши, занимаюсь интегральным танцем, практикую йогу, работаю как йога-терапевт, ну и всякое такое. Короче говоря, разные штуки, которые связаны с движением, доизнеможением, вот, наоборот, не доизнеможением, а как раз-таки, Наташа, отключи, пожалуйста, свое видео. Разные штуки, которые связаны именно с телом, с движением и с психологией, да, то есть мне нравится именно синтез, как это все соединяется. Вот, но я больше такой человек, так скажем, с танцевальной, да, с танцевальной колокольни, вот, а Маша, она чуть с другой стороны, и поэтому, в общем-то, мы как, не знаю, как мука и вода для блинчиков, в общем-то, объединились вместе. Интересно, из-за смука актова, да. Не знаю, ну, это две равноценки. Да, да. Вот, и давай, Машка, расскажи немножко о себе. Да, меня зовут Маша Галюк, я с 14-го года работаю психотерапевтом, получается, уже 6 лет, вот. А до 14-го я танцевала с Машей, танцевала хип-хоп, танцевала хаос, чем дальше, 14-го, там, занималась, кем-то шел. Ну, потом училась у Гершона на ведущую танцевально-двигательных тренингов, и мы тоже с Машей их вместе проводили, ну, такие танцевально-психологические тренинги для танцоров, вот. Ну, да, вот, работаю, ну, танцами занимаюсь сейчас сильно меньше, но у меня есть такой достаточно, достаточный внутренний танцевальный опыт, да, чтобы, ну, понимать, а что. Чувствует человек танцующий, вот, да. Да, мы вот с Машей по жизни, так сказать, идем вместе, сначала мы вместе танцевали в команде, потом Маша пошла ко мне заниматься, потом Маша стала моим психологом, потом через Машу я тоже познакомилась с интегральным танцем, с Александром Гершоном, тоже пошла туда учиться, ну, и всякое такое. У нас так переплетенный такой опыт, поэтому, надеюсь, у нас сегодня получится все слаженно. А тема у нас какая? Дорогие участники, вы помните, к теме вы пришли? Вот, если помните, напишите нам в чат. Так, нам нужно какое-то с вами хотя бы чуть-чуть взаимодействие через чат, потому что иначе, иначе сложно, да, понимать, здесь вы вообще или нет. Да, мне стало еще интересно, кто как эту тему понимает, не могу сказать, что мы там учтем все пожелания, да, и запросы, но если вы будете писать, что для вас это значит, ну, это интересно, да. Я постараюсь правильно читать и как-то это. А там кто-то вот поднял руку или, я не знаю, это не считается поднятой рукой. Ну, ладно, в общем, ты смотришь. Наверное, да, но, ребят, вы лучше пишите в чат, мы будем коммуницировать через чат, потому что чем больше участников с видео, тем больше глючит программа, да. Самый популярный, как мне показать ответ, как найти время на танец, как найти во всем многообразии жизни время на танец, как найти, как найти, да. Время и танец. Хорошо. Понятно, да, что каждый, вот нас тут 50, да, больше 50 человек, у каждого свое понимание, свой какой-то жизненный путь, внутренний опыт, и каждый из нас под вот этой формулировкой «время на танец» подразумевает что-то такое свое, да. Мы, конечно, сегодня с Машей расскажем вам о том, что же мы, да, под этим подразумеваем в такой краткой форме, потому что, вот мы вчера созванивались, да, готовились и поняли, что тема какая-то безграничная, хоть целую культуру не делала. Но какие-то ключевые вещи, самые важные, которые для меня, допустим, были в моем танцевальном опыте, да, мы с вами поделимся сегодня и постараемся, чтобы это было максимально информативно. Смотрите, такой момент важный, что мы можем дать вам какой-то список, например, делай раз, делай два, делай три, ну, знаете, как на всяких тренингах дают, да, вот, но в итоге я сама не раз была участником подобных тренингов, и все заканчивалось тем, что я приходила с этим списком домой, он вставал, как очередная книга, мне на полку, и, в общем-то, я шла на следующий тренинг. Вот, а загвоздка была именно в том, что я старалась как-то, пыталась где-то найти какие-то ответы, списки, да, и побольше себе взять заданий извне, а как же мне жить, как же мне найти время на танец или еще на что-то. И все это заканчивалось, конечно, крахом, потому что я никак это не применяла именно конкретно к себе. Поэтому наша задача основная с Машей на сегодняшний день — это развернуть вас из внешнего, грубо говоря, мира, да, во внутренний, и чтобы вы сделали такой шаг к себе, шаг к пониманию, а что же для вас время на танец, и что же именно конкретно вам в этом направлении нужно делать. Вот, да, Машка, правильно? Если что... Да-да-да, мне, ну да, мне, Демиана, таким результатом будет, если участники уйдут с какими-то вопросами к самим себе, да, с такими, ну, возможно, это те вопросы, которые мы будем задавать, возможно, какие-то вопросы, которые у них симулируются по ходу нашего общения, ну, самостоятельно с ним к себе, да, вот. Вот, ну, то есть это не про состояние, что, о, я все поняла, и теперь я пошла, скорее всего, о, а типа я еще вот это не замечала, вот это не видела, ага, еще сюда можно посмотреть, да, вот. Ну, и мне еще как-то важно, чтобы было такое, ну, представление о том, что, ну, нет какого-то правильно, ну, нет, там, правильно, типа, двигаться так-то, или правильно... Время на танец — это именно вот это-то, вот. Или его должно быть именно вот столько, и тогда это будет хорошо. Да, что нет какого-то правильного, да, что у каждого все правда по-своему, да, и это не какие-то там пустые общие слова, вот. И еще одна штука про какое-то ощущение, чтобы мне важно было ощущение нормальности, да, что я нормальный со своими сложностями, со своими этими переживаниями, да, с тем, что я не успеваю, с тем, что у меня не получается так, как я хочу, да, ну, какое-то, что вот то, что со мной происходит, оно в целом нормально, да, ничего со мной какого-то патологичного не случается, вот. Да, такое освобождающее состояние, когда мы вдруг останавливаемся и осознаем, так, вот все, вообще все, что происходит со мной лично, это нормально. И это состояние, оно такое ресурсное, оно дает возможность двигаться дальше и что-то менять. И как раз мы хотим начать с того, что я немножко расскажу про свой опыт, как вообще эта тема стала актуальной в моей жизни. Я родила Арсения, своего сына, 5 лет назад, и передо мной остро стал вопрос времени на танец, потому что в тот момент моя жизнь, она изменилась абсолютно полностью, то есть она стала совсем другой. У меня стала другая ответственность в жизни, другие обязанности, вообще все процессы начали активно меняться с появлением ребенка. и вот эти возможности, грубо говоря, которые были у меня раньше, я могла там из серии спать до часу, потом там к трем ехать в зал, до десяти тренироваться, а потом еще всю ночь смотреть какие-нибудь танцевальные видео и так далее. Ну, то есть понятно, что уже такой образ жизни, он уже был для меня не актуален. И в этот момент я столкнулась с большим количеством вопросов, да, а нужно ли мне вообще продолжать танцевать, если я не могу уже посвящать столько, допустим, этому времени. Дальше, там, год за годом пошли разные истории, там, допустим, для меня было очень актуально какое-то время участие в баттлах, соревнованиях, и весь мой, так скажем, фокус, он был, ну, грубо говоря, я тренировалась для того, чтобы участвовать в соревнованиях, для того, чтобы ездить на эти соревнования и так далее, да. Потом мои ценности внутренние изменились, и я стала понимать, что больше туда я не хочу ходить, да, а куда ходить я хочу, я не знаю, а может, вообще никуда не хочу. И вот эти именно мои внутренние изменения, да, с одной стороны, изменения внешней ситуации жизни, да, с другой стороны, внутренние изменения, они начали приводить к вопросам, а как теперь быть-то, да, то есть изменяется жизнь, она все время меняется, а танец, он, грубо говоря, остается, да, со мной. И вот в какой он форме остается, да, и сколько времени я на него вкладываю, оно меняется все время, да, день ото дня. И когда я стала задавать эти вопросы себе, а потом, в общем-то, и Маше, и мы, так скажем, не один мешок морковки съели на тему «Время на танец» в наших сеансах, да, с Машей, почему родилась тема этого эфира, да, потому что захотелось поделиться с большим количеством людей, да, этой истории о том, что, то есть самый такой главный первый вопрос, который я задала, это важность, да, важность и приоритет того, что сейчас происходит в моей жизни, да, и того, что я хочу делать в своей жизни и так далее. И танец, он постоянно, он может, вот он, допустим, в какой-то момент находится во главе, да, угла, потом он куда-то смещается, что-то другое вылетает. Например, если я, если у меня ремонт дома, да, вот, а я до этого 7 дней в неделю по 3 часа тренировалась, а тут у меня дома ремонт, то есть ситуация меняется. Я пытаюсь в этой изменяющейся ситуации сохранить тот же режим. Не получается, возникает стресс, да. Вот, поэтому первое, что я для себя определила, это насколько для меня действительно важно это время, насколько для меня это приоритетно и насколько это сейчас в моей ситуации жизни актуально. Да, потому что это может быть для меня очень важно, но я сейчас, например, это откладываю осознанно. Не все время просыпаюсь каждое утро и думаю, блин, я вчера опять не потренировался, я ведь так хочу тренироваться, да, или я думаю, так, я вчера опять не потренировался, окей, почему, что происходит? А, ну, хорошо, у меня вообще-то дома ремонт сейчас, вот, да, и так далее. То есть я к тому, что откладывание, да, оно иногда может быть, ну, естественно... Нормой. Как ты сказала? Нормой. Нормой, да. Ты не по-другому, да? Что это не... Я не сливаюсь, а это просто адекватная акция на ту ситуацию, которая сейчас происходит в моей жизни. Да, 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 да. И это был первый, да, такой разбор, так скажем, для меня, да, вот, насколько это для меня важно и насколько это актуально. И второе, вторая вещь — это ресурс, потому что часто вот мы слышим такую историю, и я сама так же говорила, у меня куча времени, а я бездельница, ничего не делаю, я же так хочу танцевать, а я вот не тренируюсь, да, и я абсолютно не видела, закрывала глаза на такую историю, как ресурс, да, то есть, да, время — это тоже ресурс, но это не единственный ресурс, который нужен для того, чтобы выстраивать отношения с кем-либо и с танцем тоже, да, если мы относимся к танцу как к некой личности, с которой у нас есть отношения, то есть мы ее выводим изнутри себя, ставим напротив, вот, и вот я, вот танец, у нас какие-то отношения. Есть у меня ресурс в эти отношения входить, да, сейчас или нет? И это тоже так очень, ну, большой вопрос, да, потому что мы склонны, так скажем, говорить о том, что, ну, так танец — это же то, что дает ресурс, да, и это может быть иногда таким обманом, потому что у каждого из нас очень разные отношения с танцем, да, и для кого-то там так много травм, что там нужен такой мешок ресурса, чтобы в эти отношения пойти, да, то есть это не какое-то ощущение нелюбовного свидания, да, а ощущение, что я сейчас туда пахать иду, да, поэтому вот эта тема моей отношения с танцем, какие они, она тоже очень важная, да, потому что у меня действительно был большой период в моей жизни, когда я шла на тренировку как на каторгу, на любимое дело, как на каторгу, потому что там было каких-то, много каких-то травм, отпечаток и так далее, да. Сейчас я точно могу сказать, что поработав вот со всем тем, о чем мы говорим сегодня, я иду каждый раз как на свидание на тренировку. Вот это вот прекрасное, прекрасное ощущение. Вот, примерно так. Машка, я обозначила свои вот главные вопросы, может, что-то хочешь добавить здесь? Да, да, я, наверное, подниму еще тему ожиданий. Ну, вот такая, я не говорю, что точно так у всех, да, но одна из, один из вариантов, да, почему может быть сложно танцевать, потому что есть, ну, некие ожидания, а что значит выделить время на танец, да. Ну, я знаю, что там каждый тренируется как бы по-разному, да, но есть такой некий, там, вот образ время на танец, это значит, там, выехать из дома, приехать в зал, встретиться там с ребятами, с другими танцорами, потом провести там два часа, что-нибудь там определенно поделать, по какому-то плану достаточно наполненному, да, и получается такая привязка, что время на танец — это вот выделить два часа, потанцевать так-то и столько-то, да, и потом условия меняются, и, ну, там, например, я оказываюсь дома, не знаю, там, с ребенком, с, не знаю, плохим самочувствием, да, и выделить эти два часа на танец становится уже каким-то неадекватным, изменившейся ситуацией требованием, да, от себя. Ну, и то, о чем ты говорила, да, про условия, мне кажется, правда, очень важно осознавать, о каких я сейчас на хороших условиях, да, что, ну, еще, да, вот момент про вот эти вот ожидания, да, что, когда мы тренируемся в зале, когда мы тренируемся, не знаю, с другими танцорами, когда мы тренируемся с педагогом, да, мы вообще находимся в совершенно другой ситуации, да, педагог — это тот человек, который ставит, там, не знаю, временные границы, да, который говорит, там, тренировка сталькита-десталькита, да, у нас, как бы, нет шанса, там, как бы, ну, слиться. Да, мне кажется, это, кстати, очень актуально для преподавателей, потому что преподаватели склонны к такой теме, что вот я сам уже преподаю, что же я не могу сам потренироваться, что такое, да? Когда мы начинаем тренироваться сами по себе, то мы становимся одновременно себе и вот этими стенами зала, одновременно становимся и преподавателем, одновременно становимся временными границами, да, и очень сильно, ну, как бы нагружается, то есть я не просто тот, кто танцует, да, я тот, кто танцует, тот, кто определяет себе время, тот, кто с этого времени старается не слиться, да, потому что это, ну, не кто-то поставил мне это время, а я сам себя поставил, да, Это тот, кто пишет себе план, ну, как бы, да, какой-то, тот, кто пытается его придерживаться, тот, кто там, ну, в общем, очень-очень много ложится вот этих, не знаю, обязанностей, каких-то функций, да, и поэтому, ну, находясь самими собой, мы уже не можем просто танцевать, просто быть танцорами. Да, и мне кажется, важный такой момент, что вот у нас есть такая идея, но в чем твоя проблема-то? Встань ты и тренируйся, встань ты и танцуй, да, но важно понимать, что в этом месте может быть столько противоречивых разных внутренних историй, да, что, как сказать, мы очень хотим, чтобы вы, так скажем, относились к себе с вниманием, пониманием и состраданием, да, И когда у вас возникает вопрос, что вы не можете встать там и потренироваться, или чего-то вы не делаете, или чего-то вы хотите и не делаете, то, как вот у нас такая шутка, да, ну, надо разбираться. У этого всегда есть причина, да, ну, то есть не бывает, ну, вот эта история, что я не тренируюсь, потому что я, не знаю, ленивый, да, или неправильный, то есть, ну, в целом, ну, не может быть, то есть всегда, если я там не делаю чего-то, у этого точно есть причина, да, и если я посмотрю туда, в эту тему, да, тогда я, ну, у меня есть там возможность ее найти. Да, возможно, это может быть такая причина, которая тоже иногда, ну, я слышу прослеживать в каких-то вопросах или обсуждениях про то, что вообще мои отношения с танцем изменились, да, и вообще там, ну, допустим, там, пять лет назад, это было моим единственным любимым делом, там, не знаю, мне было 18, я там мог, могла танцевать с утра до вечера, да, а теперь, там, мне уже, там, ну, на столько-то лет старше, у меня есть какая-то работа, там, дети, какое-то другое дело, да, и я понимаю, что я уже немножко по-другому отношусь к танцу, да, и это, на самом деле, очень сложно признать, что танец для меня, это уже, ну, что-то, да, не то, что занимает всю мою жизнь, что-то, что стоит на первом месте, да, то есть, правда, причиной может быть, что, там, я не готов уже столько времени, там, посвящать, там, я не готов заниматься. Да, тут есть такое, наверное, чуть-чуть застревание, да, в прошлом, что вот как-то было, и хочется это сохранить, и такое отрицание, может быть, немножко даже реальности того, что, ну, а сейчас-то мне интересно вот это, да, потому что, если мне интересен только танец, у меня есть на это время и есть ресурс, но я при этом, как бы, все равно не вкладываю столько, да, там, не знаю, столько часов или какая там есть идея, то, наверное, стоит задуматься, что, блин, что-то тут не то, а может быть, нет, не к тому, что мы хотим вас развернуть сейчас в ту сторону, что вы не хотите танцевать, нет, абсолютно нет, просто, что мы ведь так созданы, да, что мы стремимся туда, где нам хорошо, да, что мы стремимся в то, что нам нравится. Но при этом я бы... Да, если, да, сейчас договорю, если мы понимаем, что вот мы туда стремимся, нам туда хочется, но ноги не идут, тут нужно понять, да, либо что есть какая-то, как бы, какое-то препятствие, какая-то дверь, которую нужно открыть, да, или сломать, или рассеять, которая не дает этому входу случиться, да, вот, ну, либо там вопрос, ну, а чего, а надо ли в эту дверь? Может, надо вот в эту дверь идти? Вот, давай, может. Да, наверное, да, моя мысль похожая про то, что тоже так говорят, ну, раз ты не танцуй, значит, ты недостаточно хочешь, да, на самом деле. Да, конечно, дело не в этом. Да, да, ну, в смысле, правда, может быть, что я уже не так хочу, и тогда это не история про то, что, ну, раз ты так не хочешь, то все, заканчивай, уходи из танцев, да, а тогда, ну, сколько я сейчас готов этому уделять времени, чем я сейчас хочу, какое место в моей жизни сейчас занимают танцы, да, вот. Ну, да, и вот эта история про то, что, типа, раз ты не танцуй, значит, ты не хочешь, очень часто, ну, как бы, ну, в этом месте легко соскочить, типа, ну, все, тогда, как бы, я выписываю себя из танцев, да, вот. На самом деле, это очень частая история, когда я очень люблю это, очень хочу, это моя, не знаю, какая-то очень важная сфера моей жизни, но вообще туда не могу двигаться, да, потому что... Да, как у меня, так у меня и было, в общем-то, да. Да, да, не знаю, может, там, взять метафору про то, что вот там, не знаю, я стою в коридоре, в конце коридора лежит что-то, не знаю, мое очень любимое, да, но для того, чтобы дойти до этого любимого, нужно, не знаю... Целый пест пройти! Да, целый пест пройти, потому что там, не знаю, тут у меня проломлен пол, здесь у меня, не знаю, какие-то железные штуки вот такие выезжают и могут меня убить, да, тут еще нужно обойти диван, вот, и часто так бывает, ну, в наших отношениях с танцами, вот. Да, и мы тут можем сказать, что да, ну вот есть, например, люди, вот, да, у меня есть ученица, у которой родители, допустим, жестко против того, чтобы она занималась, да, танцами, она как бы прет, идет через это, да, вот. И можно сказать, что, ну, что вы там говорите, какие препятствия, вот, к которому надо, ну, знаете, вот такая вот строгая, строгая такая история, да, о том, что если тебе надо, вот ты все равно... Что ты все препятствия пройдешь. Да, что ты все препятствия пройдешь, но это тоже такая ловушка, и важно, когда мы вот на эти примеры смотрим, когда человек прет, несмотря ни на что, да, не забывать о том, что у нас помимо вот этих внешних каких-то обстоятельств, ситуаций, которые случаются, через которые мы прем или не прем, да, есть еще внутренний мир, и в этом внутреннем мире такие же могут сидеть родители, там, всякие какие-то критики, кто-то там базарит, наговаривает там и так далее, да, то есть у нас там очень много всего внутри происходит, а сложнейшая организованная психика, вот, и даже не только психика, еще и даже бактерии, которые в кишечнике влияют, да, на наше, то есть все вот это вместе, вот это все вместе хочет танцевать, да. Да, ты сейчас когда говорила, да, про эту штуку, что, типа, вот, посмотрите, там вот она вот там двигается, и поэтому, если хочешь, будет двигаться, ну, часто это очень, когда начаешь разбираться, вот, в том, что, почему у нее получается, у нее не получается, это как раз-таки очень упирается в ресурс, да, оказывается, что, не знаю, там, что, ну, опять-таки, там, у нее там или много времени, или много энергии, или это единственное, чем она занимается, или что-то там еще, да, начинаем смотреть на свою жизнь, и оказывается, что она завалена кучей других каких-то вещей, да, Ну, то есть никогда, ну, всегда, когда мы сравниваем, и оказывается, что у кого-то получается, у кого-то не получается, но, опять-таки, всегда этому есть какая-то причина, да. Да, и всегда, когда мы начинаем сравнивать, мы отворачиваемся, получается, от своей жизни, от себя, от своего, от того, что, а у меня-то как, да, Потому что мы смотрим, там, у тёти Пети так, там, у тёти Васи так, ну, а у меня-то как? Вот. И это почувствовать как раз опору под ногами как раз и помогает вот этот вот вопрос у меня как, да? И я хотела тебя, Маша, спросить, у нас такое сейчас интервью начнётся, просто вот мы заварили всё, и я подумала, что, допустим, человек, который, да, не пишет, что тёти Петя любимый персонаж. Тёти Петю придумал Арсений, кстати. Он как-то зашёл на кухню и сказал, а завтрак мне готовить кто? Тёти Петя будет? Ну, и с тех пор тёти Петя вошла в нашу жизнь. Вот. Саша написал, что это он придумал. Сейчас будет авторские права на тёти Петю. Сейчас, да, как-то авторские права. Хорошо, сейчас вопрос, да? Допустим, человек, он там финансово обеспечен, у него, не знаю, живёт один там или живёт с кем-то, кто вообще его не напрягает, ну, не напрягает в плане, он ничего там не делает, да, там, ну, как бы по факту, да, у человека как бы база. Внешне всё окей? Да, внешне всё окей. Есть время, есть деньги, есть, и даже есть желание, и даже есть какие-то планы, идеи, там, о том, как бы, может быть, было бы хорошо по много часов в день, да, а вот он всё равно не занимается. И тут нельзя сказать, да, вот так как, что, ну, наверное, он не хочет, потому что он точно может сказать, что он хочет, ну, и я по себе тоже знаю, что у меня не раз такое было, что вот весь день передо мной я очень хочу, но при этом сижу в Инстаграме, например. У меня, знаешь, первая идея, а почему такое может случаться, да, поделюсь я? Да, конечно. Ну, то есть, поэтому, может быть, куча причин, да, но вот одна из очень популярных, типа, да, всё внешне хорошо, но как только я начинаю танцевать, внутри начинается такой голос, типа, блин, ну чё, а чего такие руки, а ты не можешь что-ли взять и нормально вот это вот то, что ты там делала, а почему вот здесь вот так, а давай быстрее, блин, да что-то какой-то ты вялый, да. И вот эта история, ну, то есть, по сути, если вот это вот немножко как бы развернуть, да. Я вспоминаю все эти внутренние голоса, которые ещё, помнишь, мы обсуждали тему вот этой, типа, но у меня же столько книг, которые, в которых написано, как тренироваться, а почему я их не читаю? Да, да, ну, то есть, если вот эту штуку развернуть, ну, по сути, можно сказать так, что есть я, и рядом со мной постоянно, как только начинаю танцевать, стоит педагог, ну, такой, ну, внутренний педагог, ну, я не знаю, как можно назвать такого человека педагогом, да, ну, короче, который постоянно меня гнобит, что бы я ни сделал, я всё делаю не так, я не совершенно хорошая, танцую неправильно, и постоянно, получается, постоянно, когда я прихожу, ну, естественно, с этим педагогом чувствую себя говном, и постоянно, когда я начинаю танцевать, я буду чувствовать себя говном, да. И вот эта история, а зачем мне вообще начинать танцевать, да, ну, как бы, может быть, так и не высвечивается в голове, ну, по сути, так оно и происходит, а зачем я начинаю танцевать? Ну, вообще, что-то делать, если меня всё время чмырят. Да, 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 ну, то есть, я не пойду туда, где мне плохо, я не буду заниматься там, где мне небезопасно, да, и, наверное, не знаю, есть у каждого такой опыт, да, что, там, с одним педагогом я, там, бегу, и всё здорово, да, с другим, хотя, может быть, там, они одинаковы, там, в плане. Да, потому что какое-то время даже у нас просто, Маша, с тобой есть совместный опыт, да, мы не будем, как бы, так углубляться, но есть совместный опыт пребывания у достаточно жёсткого педагога, который и матом, и словцом, и пиндаресиком, да, давал очень хорошего. И, возможно, это временно приносило внешний какой-то результат, да, но важно понимать, какое было при этом самочувствие, да, откровенно плохо чувствовали себя люди в процессе, да, в этом. И, как бы, это ощущение, что ты в какой-то тюрьме, да, где тебя... Ну, то есть, это то же самое, что не поливать цветок, да, вот вы его вообще, представьте, вы его не будете просто поливать, не будете любить, не будете говорить, ты мой хороший, хоть и путичка. Для меня это даже не прополивать, а вот этот вот цветок стоит, ну, мы его не поливаем, само собой, при этом так отщипываем по чуть-чуть, так вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь подровняли, здесь вот так, здесь всё-таки корешок, ну, то есть, это вот такое, ну, это, по сути, саморазрушение, да. Ну, и для меня какая-то самая главная мысль, ну, то есть, если я понимаю, что я хочу танцевать, да, и что, в принципе, там, ну, у меня какие-то там условия есть, да, то я бы спросила себя то о том, а почему мне туда не хочется, что там такое происходит, от чего мне плохо, да, чего я хочу избежать, не попадая туда, да, ну, не попадая там в условия тренировки, ну, или чего-то там такого. Да. Вот. Я думаю про то, что есть у меня вот эти вот вопросы, которые, как бы, можно задать в качестве, ну, задания, просто переживаю, чтобы мы успели, потом, ну, как бы, будем говорить дальше или предложим участникам этот вопрос? Я думаю, давай еще немножко, да, чуть-чуть что-то, если у нас еще осталось такое важное, да, расскажем, у нас, мы просто немножко задержались, да, поэтому минут 10 еще есть, да. На то, чтобы добавить, да, так скажем, вот мы много говорим о том, что надо разбираться с собой, да, и, ну, грубо говоря, это все хорошо, да, ну, а что делать-то мне скажите, вот, как, как с собой разбираться, да, и для меня такой один из действительно действенных рабочих способов, да, как с собой разбираться, да, это действительно вопросы, это то, что вот мы обозначаем, да, сегодня, а у меня-то как, а какие у меня отношения с танцем, а я-то вообще чего хочу, да, и так далее, да, и вот эти вопросы мне лично, да, комфортно задавать, когда я обычно их пишу, то есть вот у меня есть, там, к примеру, я вот сейчас взяла, просто это не блокнот ежедневно, там какая-то тетрадь, да, и я вот пишу в тетрадь, там, какие у меня отношения с танцем, мы начинаем сама с собой, ну, грубо говоря, это переписка с самим собой, это какая-то, знаете, попытка такая, мы просто, когда находимся внутри ситуации, нам сложно что-то в ней менять, как бы сложно увидеть ее, что ли, со стороны, да, и для меня вот эта возможность, да, я сейчас не говорю о том, что вот там нужно там психотерапевту идти и так далее, да, я сейчас просто говорю про то, как можно самому себе помочь, и вот этот вот, грубо говоря, когда мы начинаем писать любой вопрос, да, себе, не просто вот там, ну, я себя спросил, и что-то мне ответа не пришло, вот, а как бы я себя спросил и стал рассуждать на эту тему, да, а у меня, мне, а чего я хочу, а где мне, и вот этот вопрос к этому внутреннюю своему ребенку, а где мне хорошо, да, потому что вот как раз-таки мы привыкаем, часто многие, я знаю, что многие с детства, например, танцуют в танцах каких-то коллективах, где-то там их били даже, где-то ругали, тоже словесно били, да, чмырили и так далее, да, и вроде человек понимает, что вот танец это его прям призвание, да, но он такой, грубо говоря, зачмыренный, да, что он и не знает, как он, действительно, он встает, и руки у него не такие, ноги не такие, как это из этой, из этой позиции, что я априори весь не такой, как из нее куда-то пойти, да, и поэтому, мне кажется, в этом месте надо как-то самому себя долюбить, вот, и спрашивать себя, а мне какой форме хорошо, да, я могу просто привести пример про себя, мне очень хотелось танцевать и практиковать, мне на самом деле не то, чтобы прям хотелось танцевать, мне просто хотелось заниматься, двигаться, вот, так скажем, да, двигаться, именно телесно, каждый день. Но я столкнулась с тем, когда я стала это реализовывать, потому что у меня есть такая некая черта, я могу как танк переехать, я что-то решила, все, меня это, не собьешь с пути, я вот как буду вот это вот бить, меня будут по голове, я буду ползти, и это тоже, как бы, ну, я этим не горжусь. Я к тому, что, когда я стала реализовывать этот план свой, там я столкнулась с такой штукой, что это оказалось для меня лично, я не знаю, как для кого-то другого, для меня невозможно, потому что я, допустим, себе решила какой-то план, а я проснулась утром, я, может, себя плохо чувствую, или у меня настроение другое, или еще что-то. Ну, то есть, я понимаю, да, когда мы, допустим, там танцевальной компанией танцуем, или где-то шоу ставим, еще что-то, там уже другой разговор, там уже, когда мне плохо, я просто тебя спрашиваю, что, ну, как бы люди меня ждут, да, как мне себя поддержать сейчас? Может быть, носочки теплые одеть, или как-то кофейку какого-то вкусного выпить, ну и так далее. Да, то есть, когда вы не можете действительно изменить ситуацию, да, тренировки, и вам нужно тренировать то, на что у вас сейчас нет ресурса, тут вопрос, как себя поддержать, это другая история, да. Но когда я сама решаю с собой, что я буду каждый день заниматься, да, и понимаю, что, блин, я не могу это реализовать, потому что здесь история просто себя поддержать, как в, когда я в контакте с другими людьми, с обязательствами, не помогает, я для себя, ну, то есть, как я, грубо говоря, спасла ситуацию, вырулила и стала все-таки каждый день, вот сейчас я, я просто могу абсолютно, да, точно сказать, что, вот, к примеру, в марте, в апреле, вот даже последние два месяца, да, там, из 29 дней, из 30 практика, да, и, но эта практика, она не является практикой, там, конкретно house dance, практикой конкретно, там, асан-йоги и так далее, да, практика, она разная, то есть, я для себя решила, что, что для меня важно, для меня важна ежедневная практика, что меня тут напрягает, меня напрягает форма этой практики, к которой я не всегда готова, как я могу и что я могу сделать, я поняла, что, ага, если у меня вообще нет сил физически, я могу позаниматься соматикой, если я, ух, я могу какой-то пауэр-йогой позаниматься, да, если у меня душа поет, и случайно я включила музыку, или не случайно, и как меня начало качать, я буду хаос там танцевать и так далее, то есть, и вот, и вот, не то есть, а вот это открыло мне огромные возможности движения, да, отсутствие вот этой привязки к какой-то конкретной одной практике, да, то есть, я поняла, что мое тело, оно хочет двигаться всегда, и когда ему хорошо, и когда ему нехорошо, и когда уму хорошо, и уму нехорошо, и когда на сердце по-разному, да, тело, по факту, оно всегда хочет движения, и может быть, я начну с какого-то легкого самомассажа сегодня, а не сурья, намаскар, 10 кругов, потому что я просто стою и хочу упасть, да, и как вот такой лайфхак, как тренироваться каждый день, это себе какое-то место, ну, с йогой легко, там коврик есть, да, и ты как бы коврик под кровать себе ставишь, и ты такой проснулся, и, короче, хоп, на коврик, и ты уже лежишь на коврике, то есть, ты уже в пространстве практики, такой, так, поделаю самомассаж, там еще что-то себе подлажу, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, ну, то есть, часто меняется состояние, иногда я понимаю, что нет, ну, как бы, все, сегодня нет, я думаю, блин, ну, время-то есть, ну, напишу, вот, кто-то уже писал про утренние страницы, напишу несколько строк, или посмотрю видео, допустим, да, вот мы, Маша, еще хотели, да, с тобой про это уточнить, помнишь, что, так время на танец, это же не только, когда я ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-х с машей это время которое вы вкладываете в свой танец когда вы читаете когда вы разговариваете когда вы смотрите видео то есть не только когда конкретно физически телом действовать потому что кто танцует танцует же не только ваше тело вы все танцуете и все что у вас внутри и ваша душа и ваша память и ваш ум все танцуют да поэтому какой-то один разговор и может полностью изменить то как двигается ваше тело как же так произошло да потому что все влияет на все вот это второе а первое я уже проговорил что попробуйте если вам тяжело реально попробуйте отвязаться от идеи как что-то конкретное делать до планы у меня всегда есть план но я понимаю что я должна быть чтобы выжить я должна быть гибкой правильно изменилось мое состояние внутреннее я думаю так ну что-то уже сегодня мне вот это вот а что я могу да и у меня допустим есть там девушки примеру меня поймут до 1 месяц у нас прекрасные дни у меня есть список практик которые я могу делать вот когда у меня эти дни когда мне не ресурс на допустим состояние что раньше просто во время да там цикла я вообще ничего не делал а потом когда ты пять дней ничего не делал тебе уже потом тоже нужно как будто заново с собой договариваться да и так далее я не знаю может быть это вам не подойдет я просто рассказываю про себя как у меня сработало да вот можно чуть-чуть обобщу первое первое такое как бы решение но осознание было что мне важно иметь время на мою практику да и это стало такими как бы границами до что вот там вот сейчас есть время да и если я правильно помню то обычно ты его ну как бы как-то себе обозначаешь выделяешь не знаю с утра там десяти до двенадцати да вот сейчас это мой временно танец и внутренний вот и когда заходишь в этот свое пространство до практики ты прислушиваться к своему телу да то есть ты не действуешь так что ага у меня есть план я действую по плану не включая туда не свое тело не свои эмоции да не свои какие-то желания да то есть ты приходишь туда ага чего у меня хочет тело да какие у меня есть и там чувство к чему мне лежит интерес да то есть ты учитываешь и свой план и свое физическое самочувствие и телесные потребности да и какие-то эмоциональные потребности интереса и ну можно сказать что на этом ты входишь в какой-то приятный магазин да где есть много 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 разных классных штук да и ты через слушание себя выбираешь от чего чего я сейчас возьму да вот и это не то что как вот и вот взяла эти теперь там не знаю час-два ты только этим занимается как бы перекрически возвращается типа ага и вот это по делу как мне еще хочется не хочется хочется продолжать не хочется иду дальше выбираю чего я хочу еще да ну правильно я тебя да 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 все правильно да все да и это как бы это не про то что да это не про то что я у нас просто в принципе я не знаю как в других странах я знаю что в россии есть все-таки такая тенденция, что работать надо, ну, а как же, типа, что же сейчас, мы все будем слушать себя, типа, вот я не знаю, как у вас, но у меня внутри такой чувак, он реально живет, это какой-то мой дед, может, я не знаю, кто, знаете, как в этих фильмах «Обыкновенное чудо» и там этот чувак один говорил, это не я, это моя тетя, типа, по какому-то колену, по какой-то линии, вот, и также тогда иногда такие голоса у меня, допустим, что, что это ты сейчас будешь тут, разлеглась, типа, давай, паши, но на это есть ответ, куда паши, зачем паши, кому это надо, и тут вопрос как раз в цели, да, если я понимаю, что я хочу батл, то у меня будет одна, как бы, одна, такой же дед у Кристины, вот, что у меня будет как бы одна, один вообще план, и одна ситуация, и одно, как бы, список действий, понимаете, он будет другой, да, но если я понимаю, что я просто хочу ежедневную практику, чтобы классно себя чувствовать, чтобы тело, чтобы я чувствую, что развиваю, что мне было не стыдно, что я преподаю танцы, да, ну, это тоже цель, как бы, да, потому что в какой-то момент, вот, кто преподает, вы понимаете, да, что тренироваться, это становится нашей работой, ну, по сути, да, в таком, как бы, ну, в хорошем плане, да, но это то, что нас поддерживает, и если мы не будем заниматься собой, да, мы не будем развиваться, нам будет нечего давать ученикам, и это такая особенность именно, вот, такой, наших профессий, да, вот, кто преподает танец, йогу, да, это такая особенность как-то себя поддерживать, да, себя развивать, себя наполнять новыми знаниями, и, блин, я улетела, Машка, как я рада, что ты здесь, ты меня сейчас вернешь. Вернуть не смогу, могу только свое вставить. Сейчас, про, про, про вот этого внутреннего-то деда, да, и про то, что вот этот, как бы, вот этот вопрос, что, а почему я должен вот это или то, он встает из того, когда есть какое-то определение цели, да, то есть, а чего я решил делать для себя по жизни, да, если я решаю, что я делаю какие-то определенные вещи, я хочу просто ежедневной практики, да, то мне подходят вот такие способы. Если я решаю, что я хочу на сцену в таком глобальном смысле, не знаю, в каком-то театре танцевальном выступать и так далее, то у меня будут другие, да, там, как бы, другие планы, да, и так далее. Вот, да, Машка, давай, вставляй свое, и после этого сразу же перейдем уже к заданию, да, и потом вопросы участников. Да, да, я, в принципе, про то же самое, да, про что ты говорила, про то, что, не знаю, понятно, что слово, да, время на танец, и у меня даже такая, что это мое время на танец, и я решаю, что туда входит, да, это мое время на танец, и, ну, оно должно быть про удовольствие, да, про какой-то интерес. Это не значит, что я всегда буду находиться в эйфорическом состоянии, когда я танцую, да, но, как минимум, это то место, куда мне хочется идти, да, я там делаю то, что мне приносит удовольствие, да, это, я услышала тогда про то, что там, возможно, время на танец для меня это про подготовку к, не знаю, к шоу, к батлу, да, ну, и тогда это, да, становится такой моей работой, тогда это, как ты сказала уже, да, вопросы про то, а как мне эту работу сделать для себя максимально комфортной и приятной, да, как мне себя в этом месте поддержать. Ну, в целом, неважно, вернее, даже особенно, да, если у меня есть время на танец как работа, обязательно у меня должно быть время на танец как то место, где я получаю ресурс, то место, где я получаю удовольствие, то место, куда мне хочется, да, где мне очень безопасно, да, ну, вот, не знаю, ну, наверное, у каждого из нас есть это вот место, куда хочется прийти, там, возможно, не знаю, какой-то друг там или какая-то кафешка, да, то место, куда мы приходим, и мы расслабляемся, мы испытываем удовольствие, мы испытываем ощущение безопасности, да, И вот точно мы можем сделать для себя время на танец, и мне кажется, что это, ну, это так и должно быть, да, каким-то вот тем местом, куда, ну, где мне просто кайфово, да, и, не знаю, мне вот как раз-таки не очень нравится эта идея, ну, ты тоже, да, упомянула про то, что, типа, что, ну, вот нужно там пахать, нужно вот там трудиться, нужно обязательно выйти мокрым, уставшим, чтобы без сил. Вот эта, кстати, идея, она тотально повсеместна, что нужно выйти мокрым с тренировки, ну, то есть, у меня не раз было такое, что на урок приходят люди, они говорят, ну, блин, я даже не вспотел, ну, я же не фитнес-тренер, почему не нужно здесь потеть? Да, да. И, блин, я что-то хотела сказать, но оно улетело, ну, и ладно. Да, я тогда даю свою идею, вот, задание, да, и потом, если у кого-то есть вопросы, мы попрошим вопросы, правильно? Да, 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 давайте сейчас, смотрите, ребят, сейчас, Маша, вот мы придумали задание для вас, чтобы вам после эфира, да, было чем заняться, вот, а дальше уже перейдем к вопросам, да, давай тогда, Маша, задание. Да, я тогда это все прочитаю, а потом в текстовом формате будет какая-то ссылка или что-то, чтобы все не стремились все записать быстро или как? Хорошо, да, давай, ты мне подчерешь, мы разошлем, ребят. Да, ну, как бы идея такая, основная, составить список того, что для меня будет время на танец, да, то есть что туда входит для меня, да, возможно, там, не знаю, там, просмотр видео, возможно, там, прослушивание музыки, возможно, это какое-то там естественное движение. У меня есть ряд вопросов, да, которые помогут этот список сформировать. Первый вопрос, ну, какой такой пункт, да, сделать его ревизию, да, что в танце я делаю, потому что правда люблю и правда получаю от этого удовольствия, а что в танце я делаю, потому что это надо, потому что это принято и потому что это привычно, да. Ну, то есть буквально себе можно выписать, что, ну, как бы вот есть там полный список того, что я делаю, и может вполне себе так оказаться, что там процентов 30-40, а может быть даже 50-70, вообще это то, что мне сейчас неактуально, да, вообще это то, что мне сейчас неинтересно, и вообще я бы этим не хотела заниматься, да, и если этого 70%, то поэтому дело, почему я туда вообще, ну, не хочу ходить, да. То есть посмотреть, ну, действительно ли, ну, как бы большой процент того, что я делаю в танце, приносит мне удовольствие, и это мой личный выбор, это то, что я люблю и то, что мне надо, да, ну, то, что мне надо, да. И если в списке есть вот эти вот там принято, привычно, надо, то буквально спросить себя о том, ну, а зачем это мне надо, да, ну, как-то получилось, что-то оказалось в моем списке, как-то получилось, что я уделяю этому времени, насколько для меня сейчас это актуально. Вот, такой первый пункт. Второй пункт, что бы я хотел делать в теме танца в своей жизни, но не делаю, да, вот, опять-таки, мне кажется, такое иногда происходит, когда мы застреваем в каких-то, ну, в каких-то надо, да, когда мы делаем, ну, какие-то правильные, необходимые вещи, принятые, да, и какие-то такие, не знаю, может быть, очень, как будто бы незначительные, там, не знаю, темы, там, просто, не знаю, дома потом стоять перед зеркалом, или просто собраться с друзьями, включить музыку, ну, то есть что-то, что-то такое очень простое, то, что легко обесценить, приносящее удовольствие, да, возможно, есть такие моменты, да, которые я бы хотел делать, но это кажется чем-то, ну, какой-то глупостью. Вот, подумать про то, есть ли такое, да, ну, и, понятное дело, что это то, что можно включить в свою танцевальную жизнь. Еще один пункт, что я уже делаю в области танца, но обесцениваю, то есть часто бывает такое, что я уже, ну, как бы много чего делаю, там, не знаю, я там сейчас сижу на лекции, посвященной танцам, да, а потом я с друзьями, там, буду что-то обсуждать, делиться мыслями, рефлексировать на тему танца, да, а потом я буду лежать и, не знаю, там, ну, там, что-то там представлять, фантазировать, ну, то есть, как бы, есть очень много каких-то маленьких штучек, да, которые не доходят до вот этого, как бы глобального уровня, не знаю, не присваиваются. Что-что? Не присваиваются, как будто бы их и не было. Да, да, ну, такие, то есть это что-то чаще всего небольшое, да, не выехать на тренировку и два часа пахать до пота, да, вот, и это кажется какой-то ерундой, да, если, ну, и когда мы начинаем замечать, сколько мы вообще на самом деле делаем, да, ну, часто там, до 70% всего это вообще оказывается, как бы, обесцененным, да, и, ну, заметив, что вообще-то, ну, как правило, когда мы ставим подписок, так оказывается, что мы делаем сильно больше для танца в своей жизни, чем нам казалось, вот, так, да, еще один вопрос, какие мои ожидания и какая моя картинка времени на танец и что на самом деле, ну, сейчас поясню, да, то есть, когда я себе представляю, когда я себе говорю, ага, я хочу выделить время на танец, что я себе представляю? Ну, что, я себе представляю, что, что я, там, не знаю, сколько я на это трачу времени, как я себя там чувствую, чем я там занимаюсь, какой там я получаю результат, да, то есть, есть определенная картинка и есть вероятность, что она вообще не совпадает с моими интересами, с моими способностями, с моими возможностями, да, посмотреть, а чего я от себя ожидаю, да, возможно, эти ожидания слишком большие, и поэтому они, ну, по сути, немножко не совпадают со мной и с моей жизнью. И отсюда вопрос, а на что я на самом деле способна и что на самом деле мне доступно, то есть, как бы, что из этой картинки на самом деле реалистично, да, из этих вот ожиданий, ну, и составить такую свою картинку, а что для меня будет мое время на танец, что, ну, что туда для меня входит, да, он точно будет этот список, там, или эта картинка отличаться от всех остальных, вот. Да, ребят, пишите нам, попробуйте сделать, ну, точнее, не попробуйте, сделаете ли это задание, мы вам пришлем еще в рассылке вопросы, вот эти продублируем, и будет здорово, если вы выполните, ну, на самом деле дайте себе какой-то срок, да, то есть, ну, в течение, допустим, суток уже начать делать это задание, ну, потому что обычно, если у нас на что-то появляется такое вдохновение, да, и мы, как это, упустили этот момент, потом бывает сложно, как бы, не подойти, знаете, поэтому вы сделайте сразу маленький шаг в эту сторону, и потом мы будем очень ждать, чтобы вы поделитесь с нами тем, что у вас получилось, какие, как вообще себя чувствуете в этом, да, и сейчас мы переходим к вопросам, да, пишите вопросы в чат про запись, запись будет, да, запись будет. Можно я немножко еще дополню? Да, Маша, конечно, давай. Да, с одной стороны, я очень поддерживаю эту историю, что там лучше сделать сейчас, пока все свеженькое, да, с другой стороны, чтобы это не легло каким-то вот таким вот, типа, что, о, после тренировки, ой, после лекции я еще должен сделать задание, а потом еще нужно отчитаться, да, ну, просто как-то по-доброму, да, с собой, что слушай, смотри, прикольное задание, давай посмотрим, что-то из этого интересно, на какие вопросы ты бы хотела ответить, да, выбрать, то есть не обязательно... Да, да, это, кстати, ключевая штука, что не обязательно прям на все вопросы отвечать и делать, действительно, каторгу из этого, да, Маша. Сделать то, что вам нравится, то, что вам подходит, да, чтобы это было, ну, для вас, да, чтобы это не было заданием, которое дал учитель, и которое вы должны теперь выполнить, вот. То есть, с одной стороны, правда, нам нужны границы, но эти границы должны быть достаточно мягкими, гибкими и созданы, как бы, тем человеком, да, который будет учитывать наши потребности, который, как бы, с добром к нам, да, не так, что все, ты должен, а иначе двойка. Вот. Я уже вижу вопрос, да, хочешь, начни отвечать, потом... Да, я сейчас хочу, пока, да, пока у нас участники не начали разбегаться, важную одну информацию сказать, и потом мы переступим к вопросам, да, потому что Сашка меня попросил, чтобы я сказала. Значит, ребят, смотрите, у нас мы с Машей будем делать, точнее, уже готовим совместную лекцию, трехчасовую. Лекция у нас называется «Отношение с собой в танце». Мы там будем много вопросов разбирать, да, с конкретными примерами, и она будет носить практический характер, то есть по пути, прямо на лекции, будете выполнять упражнения. Лекция, она стоит 900 рублей, но вот тем, кто был на этом эфире, если вы успеете зарегистрироваться до завтрашнего дня, и вам нужно будет обязательно сказать промокод «Прямой эфир», и тогда она будет стоить для вас всего 600 рублей. Вот, за тот материал, который мы там дадим, это вообще, ну, это большой подарок. Поэтому, если вам интересно дальше как-то копать в сторону отношений с собой в танце, психологических аспектов и так далее, то регистрируйтесь на эту лекцию, вам придет вот эта наша рассылочка, которая в ВКонтакте, ее Саша делает, и как-то он вам там расскажет, как вам зарегистрироваться на лекцию, как сделать. И мы хотели, обозначим сейчас основные тезисы, которые у нас, которые мы будем на лекции, да, использовать. Да, я начну, да? Да, ну, а поэтому основная такая, что, да, это лекция как бы для меня, да, я ее вижу в такой более практической, да, где, там, мы будем работать прямо в процессе, будут вопросы, будут ответы, будет обратная связь на ответы. Вот, ну, что мне бы, да, хотел рассказать, да, это такое, ну, исследование своего внутреннего критика, у меня здесь написано, или кто мешает нам спокойно танцевать, или кто следит за мной, пока я танцую. Вот, это правда, ну, как бы, правда, очень-очень важная тема, и это правда то, что очень влияет на то, как я себя чувствую в танце, на то, что мне мешает танцевать, и на то, что... Не только в танцах. Ну, да, вообще в жизни, да, да, да. Почему критика не помогает, и что, и что может быть вместо нее, да, про обратную связь, про то, как, ну, как бы, в первую очередь, как себе, да, как себе саму, просто когда говорю про критику, ну, каждый что-то свое подразумевает по словам критика, ну, я потом расскажу, что это для меня, вот, когда я говорю про критику, что, типа, теперь даже нельзя сказать, что не нравится, или что не так, нет, можно, ну, просто это нужно делать так, чтобы это было человеком принято, да, и самой собой принято от самой себя, вот, про сравнение, да, там, в чем вред это или польза... Да, и мы там углубимся, да, в я, когда себя сравниваю с другими, я и стартарты, я и всякие, ну, то есть там про сравнение, большая тема. Да, ну, и как сделать пространство танца безопасным, и почему это важно. Да, и мы еще там обсудим, да, такие темы, как, знаете, лень, выгорание, апатия и прочие вот эти штуки, да, в танце, к танцу, почему, да, это происходит, как с этим быть, и вот подведем такой итог, ресурсный, так скажем, что же делать дальше, как, и как развиваться бесконечно, долго, кайфуя, получая, да, действительно удовольствие от процесса танца, от работы и так далее. Конечно же, все эти темы, они актуальны не только в танце, и я всегда говорю такую историю, а танцует-то кто, да, вот я уже сегодня это упоминала, танцует человек, танцуете вы, и поэтому, насколько гармоничны будут ваши отношения с собой, с этим миром окружающим, с этим миром, вот, так как бы и будет, такой будет танец, да. Хорошо, давайте перейдем тогда, в общем, вы рассылочку получите и сможете зарегистрироваться на лекцию, а сейчас давайте перейдем к вопросам. Вопрос, ребят, вы, кстати, не стесняйтесь, вот у нас тут очень много людей, не, ну, не стесняйтесь, пишите вопросы. У нас есть 15 минут на вопросы, то есть 13-20, мы уже будем заканчивать, поэтому вы, пожалуйста, не отключайтесь, мы недолго будем отвечать. Если будут какие-то вопросы, отвечать, да, тоже будем как-то выборочно, если будут вопросы, на которые очень хочется ответить, но не успели, мы подумаем, как это сделать, да, дальше. Вот тут вопрос, как поступаете, когда ребенок достаточно талантлив, однако теряет мотивацию и говорит, у меня не хватает времени на тренировки. Я понимаю, что как педагог я примеры не могу просто сказать, ну, и не тренируйся. Я стараюсь сильнее вдохновить, однако не всегда получается. Ну, это вообще, ну, это как бы вопрос не к этой теме, конечно, да, ну, для меня это вопрос немножко к другой теме, но я просто кратко тут скажу, что я всегда работаю со своими учениками 50 на 50, то есть 50% моей ответственности в том, что происходит, да, 50% его. Если это ребенок, то там есть я, есть он и его родители еще в этой истории. То есть мы работаем все вместе для меня, да. Поэтому то, что ребенок достаточно талантлив, это вы так это видите, а то, как он это чувствует, это и то, как он это хочет, это другое. Вот у меня ребенок 5 лет, мой, мой личный ребенок, он очень талантлив во всяких спортивных штуках, он талантлив очень, он очень талантлив в танце, он талантлив в рисовании, у него есть способность к языкам и, короче, вообще со всех сторон он, в общем-то, талантлив. И я так подозреваю, что если любому ребенку давать раскрыться, он таким, в общем, каждый человек, он талантлив в очень многих вещах. Понятно, что есть какая-то предрасположенность. И, возможно, на фоне других учеников он там более телесно осознан, быстрее учит там и так далее, да. И действительно, как-то по вашему взгляду он такой талантливый. Но вопрос-то в том, о чего он хочет. Допустим, мне всегда говорили, что я очень талантливый организатор, оратор, и очень хорошо у меня идут всякие бизнес-процессы. Я там могу людей собирать и так далее, вот. И мне это со всех сторон, знаете, прям со школы лет 17, со всех сторон мне вот всегда это говорили. И у меня даже был период жизни, когда я за этим шла, от идеи того, что, а, ну это же мой талант, это моя способность, мне в этом надо развиваться. Да, хотя при этом, возможно, там в какой-то, допустим, в том же танце, да, или в каких-то вещах, которыми я сейчас занимаюсь, я не так талантлива, да, допустим, как в организационных вещах. Но при этом это то, что я люблю, то, что я хочу делать. Да, и тут, мне кажется, важный момент такой с ребенком, что вот я не могу просто сказать, ну и не тренируйся, вот. Ну и вопрос у меня, почему нельзя просто сказать, что если ты не хочешь, ну и не тренируйся. То есть задача преподавателя, она не в том, чтобы как-то продавить, как-то где-то подзаставить там и так далее, да. То есть задача, она же, ну, продолжайте вдохновлять, ну, то есть вдохновлять и говорить, объяснять человеку, что ему надо делать, это не одно и то же. Ну вот я так на это смотрю, если в двух словах. Маша, может, ты что-то хочешь говорить? Да, конечно, хочу. Мне очень нравится этот вопрос, я люблю про мотивацию. Про детей, да. Да-да-да, ну, во-первых, да, для меня вот есть такая история про то, что если ребенок талантлив, это вообще не значит, что он должен этим заниматься и что он может хотеть этим заниматься. Да, вот эта связка, когда взрослый там или педагог смотрит на ребенка, видит в нем какой-то талант, и как будто бы, если у него этот талант есть, значит, он должен этим заниматься, да. Я могу иметь кучу талантов, но мне вообще это неинтересно, да. Вот, ну, это такая про, можно сказать, про плохое, да, про хорошее, ну, для меня здесь, ну, во-первых, про мотивацию. Я не очень верю в какую-то внешнюю мотивацию, про то, что кого-то можно замотивировать. Ну, то есть можно действительно вдохновить, да, можно сделать что-то и сделать что-то там самому, да, и тогда человек, ребенок находится, внутренний отклик на это, да, и появляется его внутренняя мотивация. То есть, ну, можно сколько угодно там какими-то внешними морковками заманивать, но как только внешний человек отходит, человек полностью, ну, как бы теряет эту свою внутреннюю мотивацию, да, все, ничего не остается. Поэтому для меня задача педагога – это посмотреть, а что там со внутренней мотивацией, да, мне сразу интересно, как ребенок попал на тренировку, не родители ли его случайно привели, хотел ли он сам изначально. Если он хотел изначально сам, то что произошло, что изменилось, да, вот, то есть я бы там спрашивала и общалась. Он был в учебе или в детском саду, и у него временно потерялось желание. У меня бывает, Арсений не ходит месяц на капуэру, потому что он вяленький, у него даже силы. Он говорит, я не хочу на капуэру, ну, и он не ходит, а потом сам говорит, ну, что, когда капуэру? Да, то есть я бы спрашивала, а чего, ну, а чего интересно тебе? Давай, ну, вот, то есть исследовало бы, в чем его внутренняя мотивация. То есть очень важно найти его внутреннюю мотивацию, что ему в этом интересно, что еще осталось из того, что ему интересно, что ему интересно, но этого нет там на тренировках, и что можно было бы добавить, да. Поэтому здесь есть родители, у которых могут быть свои планы, вот, но как бы история с тем, чтобы там его как-то внешне замотивировать, и он будет делать что-то через себя, он потом будет просто тошниться от этих танцев и никогда больше в них не вернется. Вот, поэтому, ну, и это, ты говоришь, да, вопрос немножко, типа, не в тему, но, по сути, мы так же делаем своими собой, да. Есть мы, у которых теряется внутренняя мотивация, и вместо того, чтобы сказать, слушай, там, Маша, Петя, да, что-то происходит, что изменилось, да, что ты хочешь сейчас. Мы начинаем, а ну-ка, давай, давай, все, возьмись, делаем вид, что ничего не происходит, изменения, нет, давай, давай, тренируемся, тренируемся, да, и потом просто становится тошно. Вот, поэтому... Я имела в виду вопрос не то, что он не в тему, а к тому, что подобные вопросы надо гораздо больше времени, я это имела в виду, что тут просто, как я сказала, что нужно разбираться, как-то смотреть детали и так далее, да, вот это, то, что сам ответ, он может быть, допустим, краткой, да. Ну, тут как бы, да, вот есть две такие крайности, одна крайность сказать, давай, все, тренируемся, вторая крайность сказать, ну, все, ну, и не тренируйся, да, то есть, может быть, он и хочет тренироваться, но ему нужна помощь в том, чтобы понять, а чего он сейчас хочет, сколько он хочет тренировок, что он хочет, чтобы он тренировался, ну, то есть, вот такой вот момент. Да, у нас ещё, да, один вопрос следующий. Можно ли разрешить себе не танцевать несколько дней и тяжело ли будет потом вернуться? Или можно дать себе время соскучиться по танцу? Давай. Я? Ну, хочешь я? Я даже, ну, я бы сказала, да-да-да, доделайте, что хочешь. Ну, в смысле, Машка, это Маша тоже спрашивает. Конечно, можно. Просто, может быть, это триггернуло Машу то, что я сказала, что у меня были периоды, когда я во время цикла ничего не делала, а потом мне было сложно вкачаться, может быть, это. Вот, но, ну, если вы... Можно не танцевать? Можно месяц не танцевать. Да? То есть всё зависит просто действительно от обстоятельств, от целей, от, ну, от много, от много, от всего того, о чём мы сегодня говорили. Маша? Ну, я когда читаю вопрос, у меня сразу такая, чувствуется какая-то такая тревога, что, а вдруг, если я не буду танцевать несколько дней, а что же потом будет, да? Вот, и, ну, то есть я слышу, у меня есть фантазия, догадка, гипотеза, да, что, возможно, страшно позволить себе не танцевать, да, и, возможно, и обычно такое бывает, когда там есть какие-то сложности, да, то есть может, правда, такое случиться, что потом будет сложно вернуться, да, но это, ну, не знаю, я бы это, чтобы немножко легче было себе позволить этот эксперимент, назвала бы его экспериментом, да, ага, я сейчас позволю несколько дней танцевать, я всегда успею вернуться, да, и, ну, посмотреть, а что будет, да, а с чем я встречусь, да, а может быть, я осознаю, что я вообще хочу другим направлением заниматься, ну, так, например, да, или, может быть, я осознаю, что для меня это слишком интенсивно, а может быть, я очень соскучусь и пойму, что мне все очень нравится, да, то есть это очень важно разрешить себе не танцевать несколько дней, потому что, когда мы идем в каком-то режиме, нам очень легко пропустить какие-то свои внутренние, ну, что вообще, кто я вообще такая, что со мной происходит, чего я хочу, да, поэтому я точно разрешаю. Да, мы тебе, Маша, разрешаем, но лучше, чтобы был внутренний такой человек, внутреннее такое разрешение. Да, я еще хочу немножко, да, вот вернуться к этому моменту, когда я говорила, что если я там несколько дней не делаю что-то, да, потом мне сложно вернуться, это просто к тому, что лично у меня внутри нарушался некий темп, к которому я привыкаю, да, и потом какой-то вот этот момент, если, допустим, я там 30 дней что-то каждый день делала, на 31-й я встаю и пошла, ну, это у меня, я как бы просто еду на этих рельсах, но если что-то случается, я еду на этих рельсах, и происходит остановка, да, я ехала такая в поезде, произошла остановка, я вышла, погуляла, еще что-то, потом я возвращаюсь в поезд, и мне нужно время, вот кто как далеко ездил, вы знаете, да, что вышел, подышал воздухом, побегал, вернулся, и нужно время адаптироваться снова. И оно не обязательно будет длинным, да, ну, просто я для себя принимаю, что я знаю, что если я какое-то время там не танцую, что лично мне будет потом какой-то вот, ну, одна или две тренировки, они будут не для того, чтобы там, ух ты, а просто войти, почувствовать тело и так далее. Да, да, можно еще чуть-чуть. несколько дней. Не в смысле не танцевать, запрещать себе, да, а чтобы не было вот этой истории, что я не танцую, лежу, думаю, блин, а что ты лежишь, а что я не танцую, могла бы танцевать, а что будет завтра? Ну, то есть, по-настоящему позволить себе сделать это время легально. Только снаружи, что вот у меня не было тренировки, а вот майнд тоже свой отпустить. Да, 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 ну вот да, такое дополнение, что как бы не будет не считаться отдыхом, если я буду отдыхать, но при этом гнобить себя за то, что я отдыхаю и мучить себя какими-то вопросами. Ну, то есть, это время должно быть честным, легальным. Вот у нас последний вопрос от Ири, мы заканчиваем, ну, то есть, больше уже вопросов не берем, сейчас вот то, что уже донаписали, да, ответим, да, и будем уже потихонечку завершаться. А, значит, вот Маша написала, страшно расслабиться, да, ну, Маш, как бы это, это работа внутренняя, расслабиться страшно, да. Просто надо как-то, ну, а что, какой там может быть, ну, а что за этим? Вот интерес может привести, да, интерес, как Маша сказала, к эксперименту, да, то есть попробовать поставить эксперимент. Вот, Ольга пишет, что пропустили вопрос, а, нет, не пропустили, все, помню. Нет, там есть вопрос еще от Ольги и Маши, было ли, что Арсений был категорически против? Да, 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 я вижу этот вопрос, было ли, что Арсений был категорически против, чтобы ты танцевала при нем? Я понимаю, о чем вопрос, да, это такая история, когда ты танцуешь, а ребенок на тебя лезет и говорит, нет, мама, не танцуй, там, вот это все, да. Вот, но это тоже такой, ну, сложный, долгий вопрос, почему он это делает, и, ну, там, как, да? Ну, то есть, почему он это делает? Ну, если говорить про меня, было ли такое у меня, я не помню. Я просто стараюсь вовлекать его тоже в эту движуху, но тут такой вопрос, я сейчас вспомнила, у меня были точные ситуации, до сих пор происходит, когда он, я что-то делаю, а он начинает, то есть, мне кажется, что это дело не в танце, а в каких-то других вещах. То есть, когда ребенок начинает говорить, что, типа, нет, там, не делай это, или, там, не смотри это, или, там, не бери это, ну, про что-то, да, может, такое было и с танцем тоже. Вот, ну, то есть, мне кажется, что это какой-то естественный такой период развития ребенка, что ли, когда вы ему, то есть, из раза в раз показываете, что, ну, вот, я этим занимаюсь, там, не знаю, это моя работа, там, это, там, и так далее. Ну, как вот мне мама рассказывала моя, моя мама бухгалтер, и когда я была маленькая, я ползала, то есть, она сидела в офисе, работала, а я у нее на столе лежала прям, и я ползала по этому столу, вот, и первая фразу, которую я сказала, это не мама была, то есть, первое слово, а первое слово мое было, документы нельзя, документы нельзя, я сказала, первое, не мама. Я понимаю, что это может очень грустно звучать, вот, но у всех разные ситуации в жизни, я к тому, что, ну, как бы, из раза в раз мама моя повторяла мне, что не надо, там, что я делала, не знаю, ела их или что, вот. И я, как бы, ну, грубо говоря, выучила то, что, там, документы, это, как бы, святое, грубо говоря, да, что я это не трогаю. Ну, также, допустим, с Арсением я ему говорю все время, что, там, сейчас я занимаюсь, например, сейчас я занимаюсь. Допустим, я могу заниматься йогой, она по мне может ползать, висеть, или, там, ложиться поперек коврика, нет, ты сегодня не будешь заниматься. Да, ну, я просто в диалоге с ним разговариваю, рассказываю ему о том, как я живу, что для меня важно, там, и так далее. Ну, и постепенно он со временем уже понимает, сейчас он уже знает, что, вот, там, я занимаюсь, ну, вот, у меня вот такой какой-то. Можно там еще вопрос от Насти, который ты не зачитывала, я на него отвечу. Да, мы еще тут все вопросы, до Иринова вопроса, мы все сейчас их отвечаем. А, да? А, все, отлично, отлично, да, да. Ты что-то вот, да, детей, которые не дают заниматься. А, слушай, да нет, ну, нет, ну, я просто, я сейчас читала вопросы, я не думаю. Все понятно, ну, как бы, все понятно, да, в принципе. Ну, то есть, это нормально, я бы хотела сказать так, что это нормально. Ну, да, да. В общем, да, тут... Вопросы от Насти, ответственны за свой талант, давай, Машка. Да, я, на самом деле, как бы, я не знаю, что стоит за фразой «Будь ответственна за свой талант», поэтому, ну, я так откликнусь, что, как вы думаете, каким образом эта фраза работает, когда нет таланта к танцу, и нормально ли, если данная мысль разрушает и не мотивирует. Вот, те мысли, которые мне приходят в ответ на вопрос, что, как будто бы, если у меня нет таланта, то тогда я не могу танцевать, ну, что это такое, да, мне хочется сказать, что, блин, каждый имеет право танцевать, ну, вообще, независимо от того, есть талант, нет таланта. Ну, наверное, прикольно, если у тебя есть какой-то талант, и это как-то там, не знаю, делает проще или не проще. То есть, я бы вообще не связывала этот талант, и я хочу, да, я могу быть талантом, но ничего не хотеть, и я могу хотеть танцевать, и не иметь никаких талантов, быть вообще не знаю, не знаю кем, вот, кому это все очень сложно дается, да, но самое важное это желание, вне зависимости от того, если я хочу танцевать, я могу танцевать и делать вообще все, что угодно. А про то, нормально ли, если данная мысль разрушает, да, это нормально, и вообще, всегда, когда я чувствую, что какая-то мысль, всегда, когда я чувствую, что мысль меня разрушает, значит, мне не кажется, и мысль меня разрушает, значит, эта мысль не должна быть рядом со мной, потому что она мешает мне жить, да, то есть если я чувствую, что мне плохо от какой-то идеи, от какой-то мысли, вообще все, ну, это первый, единственный признак с этой мыслью не соприкасаться, потому что она мне не подходит, она делает... Всегда помните, что самые великие люди этого мира, они были изначально не талантливы в том, чем они начали заниматься, потому что тут, понимаете, важна любовь, а не талант, мне кажется, что это так. Так, вот, ой, Машка, я так люблю, так, я тебе тут вообще напомню, знаете, фраза, так, хорошо, у нас еще Полина, тут есть такая мысль, что я не хочу тренироваться сама, потому что не привыкла, делать ли это через силу ради периода привыкания или это не решит проблему? Ну, хочешь ты, ну, в смысле, точно вместе ответим, я могу начать, может. Да, ну, я тут просто могу сказать, что если ты не хочешь тренироваться сама и не тренируйся, это, на самом деле, это штука, вот, что это часто в стритбенсе такое, что если я сам не могу тренироваться, то я как будто какой-то не такой, мне нужно обязательно себя приучить, да, вот, а я тут иду с другой совсем стороны, и мне кажется, что, ну, допустим, у меня бывают даже периоды, что я не могу вообще сама тренироваться, и я смотрю видео, занимаюсь по видео, или очень крутая штука находить себе, вот, как Арнольд Шварценеггер, меня на это вдохновил, когда-то давно в его книге, в его автобиографии, это партнер по тренировкам, это человек, с которым ты тренируешься вместе, и, ну, как бы, вот, сейчас, я чуть-чуть потеряла просто строй, я сейчас вернусь, сейчас прочитаю, я не хочу тренироваться сама, блин, потеряла все, ну, короче, основная идея в том, что, да, что можно смотреть видео, можно тренироваться с кем-то, можно всегда иметь преподавателя и так далее, то есть, можно просто искать возможность, а как, спросить себя, а как это для меня, как это мне, а, и вот, я хотела сказать, что тренироваться сами могут, на самом деле, мало людей, их гораздо, их, вот, возьми тысячи человек, из них трое скажут, что, да я вообще, мне никто не нужен, я everybody, да, так сам, остальные скажут, блин, дайте мне кого-нибудь, дайте мне видео, дайте мне друга, подругу, зал с друзьями, друзей, друзей, чем больше друзей, тем лучше, вот, поэтому, Полина, конечно. Да, да, вот, да, то, что вот сказала Маша, это одна история, и я очень ее поддерживаю, все-все-все, что Маша сказала, да, а вторая история, если прямо, правда, есть желание научиться, там, тренироваться самой, значит, это, ну, точно не нужно делать через силу, потому что потом будет тошнить, потом будет все плохо, через силу вообще ничего не нужно делать, то есть, тогда это, ну, то есть, это как, не знаю, представить себе, что вот там есть я, которая хочет научиться тренироваться, и которая самостоятельно, да, и которая имеет с этим сложности, и есть рядом со мной некий идеальный, не знаю, педагог или родитель, который говорит, ага, слушай, я вижу, ты хочешь, вижу, у тебя сложно, давай подумаем, как сделать это для тебя более приятным, как сделать это для тебя более вообще реалистичным, да, а может быть, давай, давай самостоятельная тренировка, это будет, там, пять месяцев, минут, в эти пять минут ты будешь, не знаю, смотреть видео, или что-то там. Ну, то есть это должно быть через, ну, это должно быть мягко, да, то есть это может быть сложно, это правда очень сложно, соревноваться с самой это очень-очень сложно, и это важно понимать, да, что то, что я сейчас делаю, я привыкаю, ну, привыкаю, да, вхожу в очень сложную историю, да, вот, и первый вопрос, как я могу себя в этом поддержать, как сделать этот процесс максимально для себя простым, комфортным, ну, каким-то удобным, да, и, может быть, это никогда не вырастет до истории, что я сама смогу спокойно два часа, три раза в неделю, может быть, никогда не сможете этого делать, да, вот, но сможете это сделать так, как это реально для вас, и важно здесь вот найти эту грань, не знаю, понятно ли я говорю? Да, мне все понятно, да, и, да, тут важен еще выбор внутренний, да, действительно понять, что у меня есть очень много людей, которые великолепно, круто, супер-пупер танцуют, и они, ой, будьте здоровы, спасибо, не могут тренироваться, ну, то есть, вот они, это обозначает, что мне самому одному как-то вот, и поэтому они все время ищут компанию, там, или занимаются по видео и так далее, то есть, я хочу сказать просто то, что ваш результат в итоге, ну, он, то есть, вот этот триггер, что я должен обязательно сам, он вот не обязательно самому все время, но, как Маша сказала, если есть такое желание, потребность, хочется, да, то надо подумать, а как к этому подойти, как это сделать, чтобы это было для вас, ну, комфортно, да, всему. Вот, ну что, мы уже задержались, последний вот, тут даже на самом деле не вопрос, а комментарий, всегда была убеждена, что прошла, прошла к такому уровню через, пришла к такому уровню через труд, и поэтому только труд может держать меня на плаву. Вот. Труд же бывает разный, труд бывает через любовь и бывает через каторгу, да, если в какой-то момент ваш, вы трудились и по теле, и понятно, что любое, ну, все, да, и посуду мыть, это же тоже труд, понимаете? Я могу мыть эту посуду с любовью, понимая, что сейчас вот она будет такая чистенькая, красивенькая, радовать глаз, а могу мыть посуду и говорить, ах вы, сволочи, опять вы там это самое, мне посуду и оставили. Ну, то есть, разный подход, да, и одно дело, возможно, какое-то время вот этот труд и пот, и работа на тренировке, он был, как бы, ну, грубо говоря, в кайф, да, а потом изменились обстоятельства, и много что поменялось и внутри, и этот труд, он уже стал быть каторгой. И тут как раз то, о чем мы говорили, мне кажется, нужно искать новый какой-то подход. Да, мне как-то, Даня, хочется сказать, что я точно не обесцениваю труд, и я думаю, что это правда очень сложно делать что-то через тяжелый труд, да, и я уверена, что, ну, любой труд придет к какому-то результату, да, и если вы видите, что к такому уровню пришли через труд, значит, пришли через труд, да, но точно труд может быть разным, да, и точно это можно делать иначе, и, ну, как бы, и даже если вы уберете труд, учитывая ваш большой опыт, да, вы точно как-то будете держаться на плаву, если, ну, есть желание внутри заниматься этим дальше. Да, просто изначальный какой-то вот этот мотив, да, ну, я понимаю, я тоже вот, я занимаюсь, допустим, асанами, да, но это, ну, это труд очень сильный, ну, это реально труд, стоять, там, потеть, собак морды вниз, собак морды вверх, все такое, да, но я понимаю, что, ну, вот я как бы дружусь, но это мне вот как бы, вот, и, ну, да, вот, ну, вроде мы все, да, на все вопросы ответили, все рассказали, немножко все-таки задержались, ну, не так много, как могло было быть, вот, старались все-таки уложиться. Ребят, спасибо вам большое, давайте напишите нам что-нибудь в чат, не убегайте прям так резко, ну, напишите, как вы вообще сейчас, чтобы мы со спокойной душой уже заканчивали наш эфир. И спасибо вам большое, что вы нашли время, что вы к нам присоединились, нас слушали почти полтора часа, делать задания, пошли, спасибо, благодарность, крутяк, мысли поддержки. Очень мне нравится, когда люди пишут, что они чувствуют поддержку, это прямо... Чувствуют себя нормальным человеком, вау. И чувствуют себя нормальным человеком, да, то есть это, знаете, это вот для меня лично самая большая, я тут была на тренинге недавно, и там был такой вопрос, что для вас самая большая похвала? И я сказала, что для меня большая похвала, когда человек говорит, что я его поддержала, и он стал чувствовать нормальным. О, да. Что ему со мной безопасно, он может быть с собой рядом. Да, это как и такая, можно сказать, миссия, да, того, что... Поэтому я очень рада, что вы чувствуете себя нормальными, чувствуете себя в безопасности, и то, что вы чувствуете нашу поддержку, потому что, в общем, в этом и была основная цель этого эфира, да, поддержать как можно больше людей. Ага, интересно, в запись будет видно чат? По-моему, нет. Просто будем кивать. Ну, мы читаем, да, просто. Так, 15 минут застал. У нас будет запись, мы ее пришлем вам всем в наши рассылки ВКонтакте, так что не отписывайтесь от нее. Мы стараемся... Смотрите, когда мы делаем рассылку вот эту вот автоматическую, мы... Сообщения от вас нам тоже приходят, вот. Поэтому не игнорируйте ее, просто мы стараемся как-то чуть-чуть, чтобы мы могли сделать больше действительно полезных действий в нашей жизни, да, мы чуть-чуть себя разгружаем от вот этих переписок постоянных в плане того, что пока личную рассылку каждому вручную сделаешь, это будет очень долго, да. Вот. Поэтому вот этот автор-ассылальщик, он не потому, что мы не хотим с вами общаться, да, он потому, что мы хотим просто больше делать действительно, ну, как бы реально хороших вещей, да. Вот, да, спасибо, спасибо. Вот, и вам большое спасибо еще раз. Ну что, будем тогда завершать. Я сейчас, мне нужно остановить запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!